сетка перспективы в адоб иллюстратор это появилась здесь 5 версии довольно интересная функция которая позволяет создавать такие же иллюстрации векторные но с привязкой к этой перспективной сетки то есть мы не ищем путей то есть не делаем free transform free distort чтобы как-то деформировать и задавать перспективу здесь перспектива работает по умолчанию подробнейшее описание этой сетки вашей методички на 38 странице но мы естественно будем смотреть тоже очень подробно чтобы запустить сетку рекомендуется пользоваться клавиатурной комбинацией control shift i control shift а и включать и выключать можно с помощью этой клавиатурной комбинации чтобы редактировать точки которые увидите в методичке значит уровень горизонта правая точка схода высота и так далее нам понадобится инструмент перспектива shift и чтоб долго не искать вы просто можете воспользоваться клавиатурной комбинации с помощью этого инструмента мы регулируем и высоту смотря что мы хотим построить высотное здание или мы смотрим на это здание с противоположного окна из противоположного здания или мы смотрим на тротуаре стоя на тротуаре то есть мы все это регулируем именно с помощью перспектив гриттул и пожалуйста левая точка схода правая точка схода и конечно же это перемещается целиком и полностью с помощью этого же инструмента за ромбик по умолчанию у нас получается двухточечная перспектива левая точка схода и правая точка схода у двухточечной сетки есть левая плоскость правая плоскость и горизонтальная плоскость у них есть свои цвета чуть позже покажу при необходимости вы можете абсолютно спокойно все менять некоторые очень важные моменты функции дополнительные особенно линейка мне очень она нравится включается через меню view перспектив грит и дефайн грит опции этой сетки очень рекомендую включать линейки по вертикали хотя здесь нет есть привычных единиц измерения как миллиметры но все же единицы измерения сантиметры дюймы пиксели и пункты сантиметры пожалуйста я выбираю и выбираю масштаб опять-таки смотря что вы будете создавать с каким масштабом один к одному или один стол то есть это уже ваш выбор и чтобы показать вот всю эту красоту все эти линейки обязательно идем тем же путем и включаем галочку шоуралерс сантиметры я сейчас включила как единицы измерения и показ линеек через шоуралерс пожалуйста пожалуйста очень рекомендуется потому что это очень ускоряет как будто процесс такой предварительный процесс конечно вы видите сколько там какая там высота далее некоторые тоже дополнительные очень важные моменты но скрывать не будем блокировка тоже не рекомендуется еще раз пойду в define grid некоторые опции еще посмотрим оставлю пока как есть верхней части частоту сетки вы можете изменить либо здесь допустим один сантиметр по ширине высоте высоте каждая ячейка либо видите такой малюсенький ромбик либо через этот ромбик смотря что вы будете рисовать если у вас будет сплошная какая-то стена то пожалуйста можете эти ячейки делать довольно крупными если вы будете мелкие какие-то детали туда добавлять то пусть привязка будет к маленьким ячейкам то есть это и вручную можно делать и через define grid далее viewing angle угол видимости работает в основном с левой поверхностью то есть левую поверхность мы выбираем допустим 15 градусов правая автоматически меняется вот такая вот видимость такой угол видимости пока оставлю как есть 45 процентов не меняю здесь ничего viewing distance это дистанция между левой и правой точками схода задам 20 сантиметров пожалуйста растянула очень сильно и еще высоту тоже можно изменить но высота работает так смотрите вот сейчас 4,37 а когда я смотрю на линейку вижу 8 и 6 дело в том что высота то есть данные которые в этом поле они работают от горизонтальной линии вниз и от горизонтальной линии вверх то здесь я сейчас задам высоту 8 сантиметров то вся общая высота будет 16 то есть от горизонтальной линии вниз и вверх задается это значение и конечно же цвета если вдруг элементы вашего дизайна повторяют эти цвета и вам некомфортно с ними работать вы можете абсолютно спокойно одним щелчком выбирать любые другие цвета для этих сеток opacity непрозрачность тоже меняется по умолчанию тип рабочей сетки это двухточечная перспектива two point перспектив вы можете либо здесь изменить вид перспективной сетки одноточечная перспектива либо более близким путем без диалогового окна перспектив grid и вот в этом списке допустим трехточечная перспектива такая трехточечная перспектива еще раз напоминаю перемещается целиком сетка с помощью shift p с помощью shift p и за ромбик в одном документе если даже в этом документе 10 страниц вы можете создать одну перспективную сетку вы можете задать любые параметры любые значит любую высоту ширину и так далее и эту заготовку можете сохранить для дальнейшего использования save grid as present сохранить сетку как заготовку это самая последняя команда в этом списке очень рекомендую допустим упаковка сока так и напишу упаковка просто упаковка очень часто делаю дизайн для упаковок им нет трехточечная перспектива именно с такой высотой и нужно то есть это безумно удобно работать с этой сеткой и инструментом shift p ну что ж пока оставлю двухточечную перспективу самую рабочую самую часто используемую и посмотрим следующий инструмент следующий инструмент в этом же наборе инструментов находится это перспектив селекшенту shift v дело в том что объекты которые чуть позже мы нарисуем перемещаются трансформируются строго с помощью этого инструмента не черной стрелкой как мы привыкли это делать нет там нарушается перспектива а именно с помощью этой перспективной стрелки ну что ж допустим я хочу что-то уже рисовать и хочется это делать на разных поверхностях если посмотреть на виджет мы видим кубик с тремя поверхностями и по цвету они соответствуют и мы видим что сейчас активно левая поверхность то есть чтобы я не рисовала я буду рисовать это с привязкой к левой поверхности я могу этим инструментом перспектив селекшенту что-то масштабировать и так далее привязка идеально работает именно к левой поверхности если хочется нарисовать что-то уже с привязкой к правой поверхности то скорее всего я должна активировать эту правую поверхность активировать правую поверхность на виджете мы делаем клик по right grid или просто на клавиатуре нажимаем три всплывающие подсказки в скобочках вы это видите и все уже привязка работает именно к правой поверхности чтобы нарисовать что-то на горизонтальной поверхности я должна активировать эту горизонтальную поверхность horizontal grid или клавишный эквивалент 2 пожалуйста что-то нарисую абсолютно произвольно отправлю сразу же на задний план и инструментом перспектив селекшент что-то там масштабирую пожалуйста единичка это левая поверхность троечка это правая поверхность и двойка это горизонтальная поверхность если хочется что-то нарисовать без привязки к поверхности то это четыре на клавиатуре нажимаем четверку и рисуем все что нам хочется уже без привязки к какой-либо поверхности после того как вы нарисовали без привязки а хочется тянуть уже в сетку вы берете перспектив селекшент тул активируете нужную поверхность и тяните нарисованный объект сюда при нажатой alt с помощью перспектив селекшент тул вы можете нарисованный элемент сдублировать alt и дубликат ctrl d это повторение этой последней трансформации все абсолютно так же работает как вы привыкли но смотрите-ка хочется сейчас вот эти окна эту оранжевую стену еще окон добавлю сейчас хочется сдублировать всю эту красоту оранжевая стена вот эти зеленые окна хочу сдублировать на левую поверхность мы работаем с этими инструментами не забываем выделяя перспектив селекшент тул все объекты перемещаю конечно же при нажатой alt но что-то не идет на первую поверхность на левую поверхность чтобы объекты пошли на левую поверхность мы свободной рукой держим и клавишу alt и единичку и alt и единичка должны быть нажаты пожалуйста alt и единичка чтобы все это работало очень много объектов давайте с оранжевым объектом пока покажу вот сейчас еще раз очень странный каприз не хочет сейчас попробуем окна вот так капризничать почему-то сейчас еще раз вот так вот вроде и идет и в то же время не хочет показываться вот так попробую и так поштучно не хочет с группой я видимо считаю что слишком много объектов я выделяю попробуем так единичка чтобы поставить на левую поверхность сейчас немножко уменьшу размеры потом увеличу странный каприз что не хочет с большими объектами работать ну что же делать программа такая красивая капризы тоже возможны вот так то есть при перемещении и alt чтобы дублировать и номер этой конкретной поверхности это единичка таким образом можно создавать любые иллюстрации здания в основном экстерьер можно придумывать еще и еще здания построить рядышком очень много потрясающих работ можете сами пофантазировать можете взять какую-то фотографию или из путешествий какие-то любимые места и все это попробовать повторить на моем сайте в разделе работы слушателей по программе адоп иллюстратор вы можете увидеть много интересных таких работ finans и можете сами создавать и еще лучше пожалуйста всем удивитель это сделано с привозкой перспективной сетки эти здания эти улицы а это все сделано именно с привязкой перспективной сетке фантазируйте те же иллюстрации те же векторные объекты но уже с привязкой перспективной сетке есть такое задание Я специально это сделала, потому что есть подводные камни. Не без них, к сожалению, и мы должны знать. Тач-Махал, я взяла фотографию, пыталась какие-то наброски делать, искала довольно долго, какие заливки подойдут, какие элементы. И в процессе выяснилось, что, увы, очень многое не работает. Я сейчас наброски вам тоже покажу. Схема образцы. И здесь получается, что, например, меш, который я с таким удовольствием придумывала для окон, не перетаскивается в саму сетку. Меш вообще не перетаскивается в саму сетку. Это просто надо учитывать. Также не перетаскиваются узоры. Не очень корректно перемещаются, например, 3D-объекты. Это вращение, то, что мы с вами уже изучали. И на тело я натягивала вот такой символ, как кирпичи. Сейчас покажу. В панели Symbols вот такие кирпичи. Пожалуйста, натянула, как просто символы. Можно все это создать, конечно, это безумно интересно. Но есть подводные камни, увы, сетка не перетаскивается. Мне пришлось очень многое упростить. Вместо сетки просто однородную заливку. Хотя и можно после, уже после применения всего этого, выделить этот объект, если вы уверены, что не собираетесь перемещать. И в самом конце, как говорится, последний такой штрих, делать сетку, делать мэш. Если вы уверены, что вы не будете перемещать. Объект сеткой на самом деле, ну просто никуда не перемещается, к сожалению. Просто имейте в виду, пожалуйста. Вот такие моменты, нюансы. Это вращение, пожалуйста. Любое рисование свободное. Здесь все обычно, но только с привязкой к сетке. Кстати, некоторые объекты, а именно 3D, я не стала привязывать. 3D объекты, 3D вращение, как эти колонны, и оставила сюда в режиме 4, то есть без привязки. Они не привязаны никакой плоскости сетки, так как они смотрятся очень некорректно. Так что попробуйте, дерзайте.